Это инструкция по игре «Отбить ноты». Это задание к четвертому уроку «Звук числа геометрия». Игра передо мной открыта, но я еще раз покажу, где вам ее найти, потому что во вкладке «Геймс игры» этот раздел почему-то перенесен разработчиками в другое место. Сразу обращаю внимание, что очень часто были вопросы по названиям игр. Посмотрите, у меня сейчас сайт на английском языке полностью. Вот это английское название игры «Pedal Tones – «Отбить ноты». И очень советую вам установить расширение переводчик прямо вот сюда. Очень удобно расширение для браузера Google. Либо у самого браузера тоже есть вот в этой строке в адресной вот этот значок. И мы можем перевести эту страницу. Давайте переведем. Переводит он вот так. Вроде бы здесь понятно, но сами игры, они тоже будут достаточно смешно переведены. Поэтому можно опираться на английские названия игр. Так вот, нажимаем сюда на «Игры». И перед вами откроется полный список игр с картинками. Нам нужна игра «Pedal Tones». Эта игра направлена на развитие очень-очень-очень важного навыка. Простите, не та игра открылась. Пока открывается заново, я объясню, что это за навык. Вам нужно запомнить звучание последовательности нод друг за другом. И именно этот навык ляжет в основу вашей способности подбирать любые мелодии на слух за любым инструментом. Но нужно со всей серьезностью к этому навыку отнестись. И если вы для себя формируете этот навык, и если вы для своих деток тоже хотите сформировать способность подбирать на слух, то очень советую делать это такими маленькими шажками, так как в этой игре. Первое, что вам нужно будет сделать – запомнить, как звучат из всех нод из семи только первые три. Еще раз обращаю внимание, что все игры на этом сайте, они простроены идеально с точки зрения возрастания сложностей. Вот, поэтому успех вам гарантирован. Я буду сразу играть в режиме игры. Напоминаю, что здесь есть два режима – тренировка и игра. Посмотрите, здесь вот такими латинскими буквами обозначены ноты. Но их здесь не семь, здесь еще есть добавочные ноты, которые на фортепиано являются черными клавишами. Но на первых трех уровнях, которые вам нужно пройти, будет к четвертому уроку. Вам нужно будет запомнить только название до, звучание до, ре и ми. В начале игры прозвучит весь звукоряд. Очень советую его пропевать голосом. Все эти игры нужно играть, напевая голосом, воспроизводя точно тот звук, который вам нужно угадать. Не переживайте, если вы не попадаете голосом в ноты. Чем больше вы раз будете слушать, как звучит этот звукоряд, тем быстрее ваше ухо и мышцы голосовых связок запомнят, как звучат эти ноты. Очень похожий параллель можно провести с процессом, который все из нас проходили в начальной школе, когда вы приходили и знакомились с линейкой, но не звуковой, как у нас, а с обычной сантиметровой линейкой. Помните, сколько раз вы проводили карандашиком в тетрадках по клеточкам и отмеряли сантиметры? Вы проводили две клеточки и понимали, что это сантиметр, два, чертили отрезки. И теперь, я думаю, что каждый взрослый человек на бумаге, где нет уже опоры на клетки, он может на глаз начертить отрезок равный двум сантиметрам, к примеру. И абсолютно то же самое нам нужно будет сделать с нашей способностью ориентироваться на звуковой линейке. Помните, по уроку про частоты, про колебания, мы составили условно модель такой звуковысотной шкалы, которая изначально не была поделена ни на какие отрезки, только потом нанесены были туда те точки звуковые, на которых сейчас находятся до, ре, местальные ноты. И то, что при пользовании сантиметровой линейки называется чертик на глаз, вот здесь будут называться ноты на слух определять. То есть мы будем учиться именно звуковые расстояния между нотами запоминать на слух. Итак, я много говорила, поэтому мы не запомнили, как звучит нота до. Перед началом игры вам дается порядка, как настройка. Маленькие дети халтурят, потому что они определяют, куда бежит мячик глазами, и поэтому справляются очень быстро. Да, траекторию мяча можно предсказать, но это только в первой игре. Во второй игре, которая направлена на развитие этого навыка, уже вам невозможно будет предсказать траекторию игры. Вот я когда говорила, я ошиблась. До, вам дается настройка. И советую пропевать промежуточные ноты. До, ре, ми. С каждым уровнем скорость мяча будет увеличиваться. А сейчас пока он достаточно медленно движется. До, все время пойти основную ноту, от которой вы отталкиваетесь. До, ре. И прежде чем понять, что звучит нота, пропевайте все ноты подряд. До, ре, ми. Это последний был нота ми. Так, вроде бы все. Желаю удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова